Приветствую, меня зовут Николай Брайковский, и я хочу рассказать мой опыт знакомства с творчеством про Берта Киясаки, насколько это повлияло на меня. Это произошло примерно в 2005 году. Я тогда заканчивал университет и толком не знал вообще, чем я хочу заниматься, как, что. Но в какой-то момент мне попалась в руки книга «Киясаки. Богатый папа. Бедный папа». И скажу честно, эта книга очень сильно перевернула малюши. То есть до этого я мечтал делать стандартную карьеру в какой-нибудь корпорации. Сначала буду младшим менеджером, потом менеджером, потом старшим менеджером, потом руководителем отдела. И так, когда-нибудь к старости, начну зарабатывать 3000-5000 долларов в месяц, и будет мне большое счастье. Эта книга сильно перевернула мой взгляд на то, как в целом я хочу развиваться, как правильно, как неправильно это делать. Я понял, что я не хочу просто работать по найму, я хочу чего-то большего, я хочу заниматься бизнесом, я хочу заниматься инвестированием. Тогда я совершенно не понимал, как это возможно, но четко понимал, что вот я этого хочу. Стал искать возможности, стал их находить. Поначалу это начиналось с инвестирования, потому что бизнес я вообще не понимал, как я могу заниматься бизнесом, и как это возможно. Это сегодня у меня уже бизнес с миллионами в доллары на кивилленте оборотов. Но тогда ничего этого не было, и я вообще не представлял, как же я могу даже начать заниматься бизнесом. Поэтому я начал с инвестирования, нашел возможности, начинал инвестировать по 1000 рублей в месяц. Я думаю, что это каждому возможно, и считаю, кстати, это очень правильно, даже если у вас совсем нет денег. Но хотя бы 1000 рублей в месяц можно найти всегда. Сэкономить на чем-то другом, на развлечениях, одежду подешевле купить, не покупать себе очередной айфон или что-то еще, но начинать инвестировать, откладывать деньги. Даже пусть поначалу это будут небольшие суммы. Дальше я стал заниматься бизнесом постепенно, много не получалось. Ну, в общем, постепенно как-то что-то налаживалось, все получалось, все лучше, лучше и лучше. Сейчас уже получается вполне неплохо. Но знаете, что я хочу вам сказать? У меня всегда была такая большая личность познакомиться с Киасакей лично. И год назад я ее осуществил, в апреле 2011 года. Я узнал, что Киасакей проводит живой семинар в Лос-Анджелесе, и я туда полетел. Я летел всего лишь на один день. Это около 14 часов перелета, 13 туда, 14 обратно. И я летел на один день из Москвы в Лос-Анджелес, чисто чтобы побывать на Киасаке. То есть всю ночь там целый день перелетишь, прилетел. Вечером я прилетал в Лос-Анджелес, переночевал, с утра был семинар Киасаке. И когда я подошел к Киасаке, немножко пообщаться, я рассказал, что я такой из России, прилетел чисто на один день. Он сказал, что you are crazy guy, ты сумасшедший парень, ты один-единственный. Здесь вот, ну в основном все съехались, естественно, из Америки, потому что там-то все это близко, удобно, неподалеку. А я один-единственный, кто приперся на один день из далекой холодной России, где пройдет медвение, чтобы его послушать. Но что сейчас я хочу сказать. Сейчас вам невероятно сильно повезло, потому что компания Альфа-Ивэнс привозит Киасаке в Москву. Мне кажется, это просто потрясающее событие. И ребята, которые это организуют, в частности Анна Балюкова, Данила Русланов и другие, они просто молодцы и огромное им уважение и почтение за то, что они сделали это. И привезли такие Киасаки в Москву. Потому что, насколько я знаю, ну, насколько мне известно, он очень сильно раньше не хотел этого делать. Говорил, что не в России, я ни за что не поеду. Ну, не знаю, почему, но вот они все-таки смогли это сделать. И сейчас у вас есть такой реальный шанс поучиться напрямую Киасаки, встретиться с ним вживую. И для этого не надо, вот как я, ехать на другой конец планеты, платить кучу денег за перелеты, за визы, за проживание. А просто приехать в Москву на один день или там на два дня и посетить этот семинар. Скажу честно, вот в Лос-Анджелесе у меня это произвело очень большое впечатление. Живое общение с Киасаки, живое обучение у него. Одно дело читать книги. Даже когда слышишь какие-то те же самые мысли, которые я раньше читал в книге, но когда слышишь их вживую, напрямую от Роберта Киасаки, воспринимаешь это совсем по-другому. Это гораздо больше доставляет, для меня это было очень сильным стимулом того, что это все-таки надо брать и делать. Как вот до этого на многие вещи, допустим, инвестирование в недвижимость, я смотрел, ну да, им там в Америке хорошо говорить. А потом, когда я послушал, я понял, что это все отмазки. Надо просто брать и делать, и можно найти возможности, и сейчас я это делаю. То есть я, например, инвестирую в недвижимость в Россию, и достаточно успешно. Поэтому у вас, я считаю, есть действительно уникальная возможность. Не упустите свой шанс, я сам буду, вот я уже купил билет в первый ряд на это событие, чтобы быть здесь, в Москве, вместе с Киасаки, послушать его, вновь вдохновиться, вычеркнуть каких-то новых идей, хотя кажется, что, ну чего нового, и так все книжки его прочитал уже, но на самом деле каждый раз, когда слышишь это вживую, воспринимаешь совсем по другому, и находишь для себя все время что-то новое. Уверен, что и вы для себя найдете массу невероятно полезных, интересных, ценных мыслей, идей. Поэтому на встрече в Москве, на встрече с Робертом Киасаки. Счастливого успеха! С вами был Николай Мрачковский.